Итак, Национальный парк Пирятинский – это один из самых молодых парков в Украине. Он организован всего лишь в 2009 году. Вот он находится в Пирятинском районе Полтавской области. Таким более заштрихованным, показываем его участок. Он находится вдоль речи Удой, Паработ и Руда. И занимает сейчас приблизительно 12 тысяч гектаров. Разделён на три объекта. Следующее. Значит, парк создали очень интересным образом. Это были такие многолетние, с 2005 года экспедиции вот в это место. Создался целый ряд определённых заказников. Гидрологические, ботанические, энтомологические. И потом это всё собралось вместе и организовался нацпарк. В основном брали участие, конечно же, студенты, аспиранты, сотрудники Киевского и Национального университета имеют раз Шепченко, биологического факультета. Ну, тут можно увидеть некоторых людей. Вот там Юрий Григорьевич Варес, там представители Сумского бедоинститута, Полтавского бедоинститута. Один раз к нам из Польши, из Краковского университета присоединился специалист. Ну, и вот, собственно говоря, парк создали. Ну, прежде чем рассказать про саму альтермофауну, конечно же, стоит рассказать про растительные сообщества. Первое. Карта не очень хорошая, но она позволяет увидеть, что вот всё, что не зелёное, а в сторону уходит, вот это, собственно говоря, агроэкосистема. Это всё распахано, это абсолютно всё поля. Но, несмотря вот на такую вот окружающую распаханность, именно в самом парке вот остались, ну, поскольку это речка, остались вот не затронутые человеком эко-системы, сообщества растительные, вот сейчас будет их небольшое перечисление. Самый нижний, понятно, вот геобайнарический профиль, это вот водные прибрежные, водно-растительные группировки, потом вот идут болота, следующие заливные луга, вот этот весь участок заливается, к сожалению, есть фотографии, когда вода уже спадает, луга, это или синокосы, или это, там, выброс идёт активный, следующая, сосновые леса, смешанные леса, и вот это самый высокий геобайнарический профиль, вот есть неглые степи, небольшие участки, вот тут ковала растёт, и вот широколистые леса, там, вдали. Вот есть такие вот обрывистые леса, они там, глиняные, или не только. И теперь, поскольку вы уже видите, какие есть разнообразия биотопов, вот переходим к насекомым. Насекомые только-только начинают исключаться. Вот для... Я вот брал участие в написании первого туалета в 10-й роды, всего 189 видов. Это ничто. Мы сегодня видели, там и полторы тысячи есть для нас в базу, и остальные. Причина, всё-таки, в самом начале, мы действовали по принципу, чтобы организовать заказник, нужно найти краснокнижные виды. Вот длился на них упор. Соответственно, было найдено 10 видов красного, здесь я на красную книгу Украины. Они здесь перечислены. Опять же, специфика вот этих первых экспедиций была связана с тем, что приехали на точку, быстренько что-нибудь выбрали, поехали на следующую, и так получалось за день 4-5 точек, поэтому мы, собственно говоря, снимали, так сказать, сливки, глубоких каких-нибудь энтомологических исследований. Ну, кроме своей группы, я не делаю, но там, коллеги. И следующий. Понятно, что красная книга, это, конечно же, важно, но чаще всего это не так интересно, как нечто более мелкое и более, ну, интересное, может быть, на мой взгляд. Следующий слайд. Он показывает, собственно говоря, представленность, чего мы смогли, и не только мы, наши коллеги, определить. Видно, что тех же жуков, вот если там, известный скалопарк, там, больше тысяч видов, всего 63, но это просто самое премиальное, там, стрекозы там чуть-чуть есть, там, геменоптера, это, в основном, утроющие осы, осы крестидиды, дорожные осы. Это даже не пчелы. Там буквально, по-моему, ни одного вида пчелы вообще не указали. Ни одного вида муракья вообще не указали. Если обратить вот на источник, литературный источник там, то видно, что это с 2009 года. Вот вторая проблема, с которой мы столкнулись, это с тем, что в литературе практически полностью отсутствуют какие-либо сведения для территории не только Пирянинского района, а всей Полтавской области. Вот сегодня были докладчики, докладывали, там, Украина, там, все хорошо, для Полтавской области 7 видов, и вот просто пропасть. И когда мы писали «Летопись природы», вот я ходил по многим коллегам и просил, дайте статьи, дайте информацию. Все говорят, это белое, поэтому на карте Украины. Причина, она, ну, просто смешна до удивления. Не было никакого заповедника, никакого национального парка, и не было у друзей какой-нибудь дачи или родственник, где вы там жили. Ну, собственно говоря, дальше информация включить на правах рекламы. Теперь такая точная весть. Национальный парк Пирянинский. Замечательное место, вот коллектив, это Донблогинск. Следующий слайд. Расположен в прекрасном месте, недалеко от Киева, всего 150 км. Это 2,5 часа маршруты. Прекрасная трасса, сделанная Киевом 2012, и которая не успела разрушиться за эту зиму, которая была. Ну, я сейчас сам на машине тут активно езжу. Очень хорошая трасса, легко добраться. Ну, главное проехать Бриспо, и дальше уже за час маршрутчики, которые там ездят по 130 км в час, ну, трасса ровная, никаких там опасностей не возникает, быстренько добирайтесь. То есть, если приезжаете на автостанцию, попадаете в место, на котором снималась знаменитый фильм «Королева бензоколонка», в вашем, и там остатки где-то еще эти бензоколонки сохранились. Следующий слайд. С проживанием, вроде как, у самого нацпарка пока нет еще каких-либо помещений, где могли бы поселить, но учреждения ПТУ, вот специально узнавали под конференцию и под всех ученых, можно проживание от 20 гривен в сутки. Согласитесь, это сейчас довольно маленькие деньги. С другой стороны, в каждом из отделений национального парка есть рекреационные зоны. «Кто планирует жить в палатке на красочных берегах, пожалуйста, зоны такие есть». Причем, саму палатку, наверное, охрана парка не будет охранять, но вот были случаи, когда приезжали какие-то уже спортсмены, они жили в этих местах, и охранники помогали с питанием. Они им доставляли, чтобы не ездить туда-сюда. В свою очередь, дирекция нацпарка уверила меня, как сотрудника научного сотрудника парка, что постарает нас с лодками, кому будет нужна. Вот вроде как вообще проблем не должно быть. Кто занимается водными организмами, околоводными, с лодками, действительно, вот даже мы свои экспедиции проводим, еще до того, как я начал работать в нацпарке, с лодками проблем не возникает. С разъездами в разные части парки на машине, ну, обещали помочь, хотя бы по минимуму, два-три для группы ученых. С другой стороны, как бы каждый год, вот как я вот уже выяснил с коллегами, не очень удачное время происходит наша экспедиция от Киевского университета, она проходит в июле месяце. Если вам это время подходит, присоединяйтесь, дайте знать, тогда с разъездами проще. У нас две-три машины каждый день в разные места, там уже будет проще разъехаться. Единственный, может, минус, все-таки там до обеда на точке работаем или там, ну, то есть полдня, не целый день. Что нам еще на слайде? Соответственно, все вот эти контакты. Есть контакты, самого сайта нет, нацпарка, хотя где-то он прописан, вроде как-то должен существовать, но есть в Фейсбуке страничка. С другой стороны, наверное, проще договориться сразу со мной, потому что, как бы, рано или поздно, все равно вам дадут мои контакты, вы со мной свяжетесь, милости просим, мы постараемся о помощь вам сборе материалов. С другой стороны, на сегодняшний момент, вот с этого года мы уже более-менее активно работали, я активно работал в научной сфере, у меня уже есть, наверное, более тридцати, то ли сорока матрасиков с всевозможными животными, это методы кошения, методы ловушек барбера я собирал, ну, и в основном правда. Вот этими способами не свой объект. Понятно, что я, опять же, переговорил с коллегами, я не могу собрать ваш объект так же прекрасно, как и вы, на какие-то основы, какие-то тривиальные виды из этого. Еще раз повторюсь, основу виды, которые я могу собрать. Пожалуйста, пользуйтесь, определяйте. Единственная просьба, предоставляйте нам потом этот материал, который придет в летопись просьбы, и вам большая благодарность. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова